Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Межведомственная комиссия проверила анапские пляжи. Любителям покататься на квадроциклах напомнили правила. Готовность пляжей и санитарное состояние на четверку. Оценка прозвучала на городской планерке. Лето, сезон отпусков и каникул. И прожить его надо весело и ярко, чтобы запомнился на весь год. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Любишь кататься – катайся. Только в специально отведенных для проката местах. Полиция и специалисты администрации города-курорта провели совместный рейд по пляжам Пионерского проспекта. Выявляли нарушителей – любители прокатиться по пляжу. Первый нарушитель – молодой человек за рулем квадроцикла на прокат. Отказался предъявлять документы и не ответил ни на один вопрос полиции. Оставил квадроцикл молча. Мы вас отстраняем от управления. Ключи передайте. Я еще раз требую передать ключи от этой техники сюда. Я это буду расценивать как невыполнение законного требования сотрудника полиции. Еще один нарушитель не просто проехал на пляж, а с прицепом, загруженным стройматериалами. За такое пренебрежение к правилам и законам нарушителей штрафуют. Администрация города напоминает владельцам транспортных средств и любителям погонять с ветерком по барханам. Пользоваться квадроциклами на всех пляжах от Утреша до Благовещенской запрещено. Для этого отведена специальная зона на Чембурке. Оборудован мотодром. Состояние пляжей в Анапе вице-мэр Юрий Поляков оценил на четверку. У первого заместителя мэра Анапы Светланы Яровой возникли вопросы к начальнику службы ГИМС по безопасности на водных объектах. Отчеты и планы на новую неделю в материале с планерного освещения. Первое событие новой недели – поздравление. В субботу день рождения отпраздновала заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. Здоровья, удачи, благополучия и успехов в работе на благо анапчан. Еще один повод для поздравлений – два дня рождения в один день у глав сельских округов Евгения Нечаева и Леонида Кореофили. Нечаев Евгений Иванович, у него сегодня юбилей. Далее заместитель мэра Анапы Светлана Яровая провела планерное совещание по плану. Отчитался о происшествиях начальник штаба отдела МВД по городу Леонид Чуйко. За неделю сотрудники выявили 37 нарушений правил торговли в сфере потребительского рынка. Из магазинов в городе и в селе Витязево изъяли почти 2500 литров алкоголя. На особом контроле – вопрос о мигрантах и гастарбайтерах. Поставлены на миграционный учет – 317 иностранных граждан, превышших на первые. Это Армения – 94 человек, Узбекистан – 78, а также Украина, Сербия, Молдова, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Клаватия, Грузия, Греция, Германия, США, Австрия. Выдано 133 патента на работу на территории Российской Федерации. Это, в первую очередь, Узбекистан – 124 человека, а также Армения, Каджикистан, Молдова, Азербайджан, Казахстан. За неделю специалисты отдела УФМС провели 14 рейдов, оштрафовали 7 незаконно проживающих мигрантов и троих местных жителей за нарушения, связанные с регистрацией иностранцев. Сумма штрафов – 64 тысячи рублей. На планерке рассказали о больших достижениях анапских школьников. На сегодняшний день, Светлана Владимировна, имеем уже 400 бальника в городе. Это пока еще не все итоги подведены. У нас три стоп-бальника по русскому языку. Это 16-я школа, Светлана Владимировна, 4-я город и гимназия Эврика. И один добавился стоп-бальник, это 7-я школа, 100 баллов по истории. Но еще не обработаны все результаты, так что надежда есть на то, что у нас ребята будут. Но однозначно, уже на обыскном обынаторском баллу Анапа будет звучать среди тех территорий, и выпускники будут звучать как лучшие в крае. Объезд пляжей, улучшение санитарного состояния, совещание с хозяевами маломерных судов и конкретная работа. Первый вице-мэр Светлана Яровая напомнила начальникам служб. Ждет не отчетов, а результаты. 80% пляжей готовы к сезону, остальные пока вызывают только вопросы. А что означает фраза, что вещественные недостатки надо принять меры? Я со своей стороны меры принимаю. Я обослал письма руководителям. Мы будем передвигаться туда, в первом мониторе. Письма по курагуру, соответственно, будут писать. Но со стороны, я перед этим аудитория выступает, что необходимо предпринять меры, которые не от меня зависят. Поэтому я просто напоминаю, что есть места, которые люди там тысячи отдыхают, но они не обработаны никак. Надо, соответственно, принять меры каких-то разных проблем. Ограничение движения по улице Пушкина, четкая работа эвакуаторов и ликвидация последствий ливневых дождей, задачи, которые уже должны были решить. Не решены некоторые другие проблемы анапчан. Почему людям пришлось записываться на личный прием главы дважды? Такое просто недопустимо. В планах на неделю подготовка к выпускному вечеру. Он пройдет 25 июня. А 22 июня в День памяти и скорби в городе воинской славы Анапе пройдут торжественное мероприятие. Утром в 9.30 объявят всекубанскую минуту молчания. Наталья Пухальская, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. И к другим темам. В воскресенье 16 июня судебные приставы Анапы снесли привокзальное кафе «Маркиза». Причиной ликвидации здания стал самовольный захват хозяев объекта при его возведении нескольких метров территории Анапского автовокзала. Строительство, оформление аренды и подведение коммуникации хозяйке кафе «Маркиза» обошлось в немалую сумму – 8 миллионов рублей. Построенное здание вышло за указанные в документах границы на территорию автовокзала. Анапский городской суд вынес решение о сносе объекта. Как отмечает служба судебных приставов Анапы, данное решение суда вступило в законную силу еще 20 ноября прошлого года, а 29 января 2013 исполнитель Лилис поступил в службу судебных приставов, вследствие чего и было возбуждено исполнительное производство. В марте этого года администрация города-курорта отменила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Должнику Мурадян Сергеевне неоднократно предоставлялось, вручалось требование об исполнении решения суда в добровольном порядке, и она неоднократно, к ней принимались в мере административного характера. Оборудование кафе находится под арестом, так как Мурадян не выполнила требований постановления, предъявленного судебными приставами, освободить и снести самостоятельно здание до 14 июня. Она неоднократно в службу обращалась, чтобы ей предоставили еще 10 дней для того, чтобы она исполнила решение суда. В связи с тем, что она болеет отложить исполнительные действия, в связи с тем, что она в суд обращается с заявлениями о разъяснении, то есть неоднократно ей откладывались данные исполнительные действия, вручались новые требования, но никаких мер она не принимала. Также могу пояснить, что 14.06, когда приставы вышли уже для принудительного исполнения данного решения суда, должником даже не было освобождено данное здание от своих вещей для сноса. То есть она никаких мер не принимала для исполнения решения суда. Чтобы снести здание, судебным приставам понадобилась помощь отдела ГИБДД и УВД Анапы, рота ДПС и казачьего общества. Молодежный центр 21 век организовал для детей праздник. Юные жильцы многоэтажек по улице Лермонтова поучаствовали в программе «Мы молодежь» в рамках акции «Нон-стоп». Мы побывали на празднике. Депутат городского совета Елена Некрасова поздравила детей с началом летнего отдыха. Вручила цветы и подарки председателю домового комитета номер 19 Антонине Колесниковой и вожатой Виктории. А специалисты центра 21 век вместе с детьми делали веселую зарядку. Тут весело, интересно. Особенно у меня понравился конкурс на скакалке. И твистер тоже нравится мне конкурс. Ребята постарше продемонстрировали малышам, чему научились ранее. Стритбрейк-данс, гимнастика, красивым и зажигательным номерам дети аплодировали. Организаторы праздника уверены, такие праздники украсят лето. На детских площадках пройдут сотни разных программ. А мы переходим к новостям спорта. Анапа – столица престижного чемпионата по греко-римской борьбе. Ислам Бекальбиев, известный спортсмен из Киргизии, стартовал на этом турнире, а в 2008 году стал олимпийским чемпионом. В этом году на 19-м чемпионате борцы сражались за победу в поединках и командных зачетах. В знак протеста против возможного исключения этого вида спорта из олимпийских игр. Хотя этот вид спорта зародился как раз в Древней Греции, на родине олимпийских игр. В городе-курорте Анапа греко-римская борьба пользуется большой популярностью. Ей занимаются более тысячи подростков и детей. В секции спортивной школы номер один, которая специализируется на этом виде спорта, ведут опытные тренеры и мастера спорта. Сегодня вот здесь борются несколько чемпионов России, да не несколько, даже их больше 20, наверное. И вы знаете, они проиграли, не выдержали. Есть ребята, которые уже борются лучше, представители и сути, кто приезжает к нам, они отмечают очень высокий уровень этого турнира и в организационном смысле тоже. Чемпионат проходил в спортивном комплексе на улице Амелькова. Накал спортивных страстей был нешуточным. Ребята выкладывались полностью, ведь, возможно, имя их тренера в будущем войдет в список славных имен, кому посвящается этот турнир. А тренеры, в свою очередь, и судьи, ведут на таких турнирах поиск новых спортивных талантов. В составе судейской коллегии было пять судей международной категории и 16 высшей. На турнир съехали 46 команд со всех уголков России и зарубежья. Общее количество участников около 600 человек. Сильные, хорошо подготовленные команды прибыли из Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Казахстана, Белоруссии, Туркменистана и других регионов. Одним из самых многочисленных, хорошо подготовленных были команды Краснодарского края и сборная Анапы. Было разыграно 26 комплектов медалей. Соревнования проводились на двух борцовских коврах одновременно. Золотые медали в младшей возрастной группе остались в спортивной школе номер один. Победителями стали Армена Копян и Никита Обзоков. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-Регион. На сегодня это все новости. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». Только нужные покупки в одном торговом доме в центре города. Торговый центр «Алиса» исполняет ваши желания. Во вторник, 18 июня, в Анапе будет тепло и солнечно. Температура воздуха в дневные часы плюс 22-25, ночью – до 20 градусов по Цельсию. Ветер переменный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 22 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Кулакова